С чистого листа волонтёр теперь видит светлое будущее своего приюта и личное счастье в этом. Доброе утро, наши дорогие читатели! Благодаря вам оно действительно доброе, так как именно благодаря вам всем у домашнего мини-приюта «Девять жизни» появился шанс на светлое будущее. А сама волонтёр Влада впервые за последний очень и очень сложный год чувствует настоящую поддержку. Влада, миленькая, вы правильно всё решили про бывшего бойфренда. Такой человек, который всё своё забрал, ничем не помогает ни морально, ни материально, ни физически. Это не ваша половинка, это потребитель эгоист. Подумайте, а нужно ли вам это? В трудную минуту он бросит, не поможет. Расставание это тяжело, этим надо переболеть, но потом будет легче. Вам есть о ком заботиться, хвостики дают много позитива, помогают понять, кто есть кто на самом деле. Самое главное для вас это здоровье ваше, ваших хвостиков и ваших близких. И дай Бог здоровья вашему отчиму Николаю за помощь. Просто не могу не процитировать одну очень жизненную цитату, оставленную другом этого приюта и по совместительству нашей читательницы постоянной. Возможно, для кого-то это и болезненно, но не в моём случае. Человек ценится поступками, поддержкой в трудную минуту, заботой в конце концов. В моей ситуации всё точности да наоборот. Не постеснялись выгнать зиму с этими несчастными животными. А если бы недобрые люди нам не помогли, тогда что было бы? Я бы с ума сошла от безысходности. Так сложилось, что повезло найти дом по такой хорошей цене. Действительно, так задуматься, дом-то отдельно стоящий, с большой территории. Да лично можно на месте летней кухни сделать передержку для домашних животных на время отпуска или карантинную зону. Ой, да планов и задумок полно. Изначально в доме, конечно, нужно хоть частичный ремонт по надобности сделать. Всё, конечно, обсыпается. Страшное дело. Нам бы зиму пережить, а дальше будет легче. Касаемо бывших отношений. Вот правда, больше не страдаю. Совершенно. Наоборот, какой-то груз плечей свалился. Так легко как-то сейчас. Как говорится, в Новый год с чистого листа. Спасибо женщине за добрые слова, говорит девушка-волонтёр. Я вам очень-очень благодарна за содействие. Вы такое дело помогли сделать. Это самый лучший для меня подарок к Новому году. Бесконечно благодарна всем подписчикам блога. Это не люди, это наши ангелы-спасители. Спасибо вам большое, говорит Влада.